Иди же, поехали. Как у нас появилась идея? Во-первых, здесь у нас были земли, скажем так, они возделывались. Яблоки расти всегда с 60-70-х годов. Тут был плодосовхоз, очень интересное место, очень интересные сорта под яблоки специально как раз были. И здесь, скажем так, это были раздачи паев, еще, скажем так, отец мой получал этот пай. И земля выделялась, получается. Ну, мы начали это еще где-то с... Идея возникла где-то вообще в 2012 году, потом съездили в Испанию, посмотрели. Но это даже было уже так, чтобы просто наглядно увидеть, потому что мы уже и бочку купили, и яблоко у нас было. И, скажем так, мы уже были готовы. Идея уже была у нас, да, в Испании уже, это окончательная поездка была. И поэтому, ну, как говорится, много яблок, куда их девать. Вот и возникла такая идея сделать ситок. Попробовать напиток, он грудит, попробовали, естественно. И получилось так, что мы первый год, когда его сделали, у нас очень хорошо ситок получился. Мы сами не ожидали, как получилось. Причем, опять же, мы не знали, как делать ситок. Мы его, ну, скажем, да, мы что-то считали, там в интернете где-то что-то. Ну, я же говорю, ну, та же Испания, но там в основном было это так, образно все посмотрели. Вот. И уже, как, не знаю, по наитию, наверное, начали делать ситок. Вот на этой бочке мы его первые у нас и отжимали. Первые три года, четыре даже мы на ней работали. Вот. И потом мы сделали ситок, получается, у нас. В 13-м году сдали на анализ его в институт. Все нам дали заключение, что хороший, хороший традиционный ситок. Задали вопросы тоже, говорят, ну, а как вы, расскажите так вкратце, что вы, как вы делаете? Ну, я говорю, ну, вот это так, так. Они меня спрашивают, вы это добавляете? Нет. А это, это. Я говорю, нет, так мы не делаем, у нас немножко другая технология. Ну, они сказали, да, есть такая технология, это возможно, все, можно делать. Опять же, это технология натурального сидора, так называемого. Есть традиционный сидор, а есть еще и натуральный сидор. Сидор натуральный, он-то, скажем, сидор натуральный, он будет считаться весь, потому что есть сока. Но именно вот технология натурального производства сидора, это, конечно, ну, скажем так, бездрожжевая, без сахаров, без всяких химических добавок, элементов, ферментов и всех остальных веществ. Эта технология, конечно, очень дорогая, во-первых, ну, скажем так, долгая, потому что сбраживание идет год, как минимум, и если вторичная ферментация, классический метод шампанска, то еще год-полтора-два, как минимум, добавлять. То есть, чтобы сделать нам одну бутылку игристого сидора, это получается практически три года. Да, да, да. Конечно, дали нам заключение в институте, сидор очень понравился. Вот. Ну, и вот так потихонечку пошло. Первые 200 литров, я говорю, в 13-м году мы сделали. Постепенно начали мы увеличивать, там угощали гостей, друзей, кто к нам приезжал, всем нравилось. С каждым годом, там, добавляли еще там одну бочку, вторую бочку, ну, то есть, вот сделали сейчас около, ну, скажем так, около пяти тонн у нас. Это, конечно, небольшой объем, но все же для небольшого, как говорится, хозяйства, в принципе, достаточно. Это за год, да? Да, это за год. Сидор делается только раз в году. Ну, конечно, если брать производственные какие-то мощности, или там завод, там завод какой-то, там, конечно, есть технологии и за два месяца можно сделать институт. И каждые два месяца мы можем два-три месяца новые, ну, скажем так, заправлять, опять же, эти баки, заливать соком, там, или восстановленным соком, вот. И дальше все этот процесс будет происходить круглогодично, но в нашем случае это только раз в год. Причем это начинается у нас, конечно, с сентября месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, иногда в декабре, потому что в основном все используются позднее яблоко, подсидор, ну, скажем так, оно более подходящее подсидор. Летнее яблоко совсем не идет. Здесь, ну, скажем, в летнем яблоке оно пустое, назовем так. Тем более те сорта, которые сейчас, скажем так, разделываются, да, выращиваются, это все столовые сорта, которые для еды в таком виде. А нам нужны технические больше сорта, где определенное количество танинов, кислот есть, да, именно соотношение всех этих веществ должно быть именно для нашего яблока. А какие это сорта? Можете перечислить? Какие сорта, да, в мире их сейчас, я не знаю, ну, последнее я информацию в журнале читал, это около 60-70 сортов было по миру, по всему, да, сидоровых, которые так называемые. Вот. У нас в России, к сожалению, их тоже, ну, немного, и, ну, назовем так, если это северные районы, да, там, центральная Россия, северо-запад, может быть, там, Москва, Подмосковье, там, у ребят сорта Антоновка, там, пепель шафранные, такие вот сорта, да, они тоже частично подходят, конечно, у нас немножко теплее, у нас другие все-таки сорта. Да, если в наших местных, там, ну, тот же они с Кубанским, например, нам встречается, мы его используем. Ну, в нашем случае мы используем еще дичь, дикое яблоко, дичьку собирают, и, скажем так, мы его используем для нашего северного. Ну, яблоки, да, в принципе, я же говорю, яблоки, мы дичьку собираем, это местные жители у нас, мы их привлекаем, естественно, покупаем у них эти яблоки. Также здесь недалеко, да, здесь есть также, вот, ребята, соседи у нас фермеры, но у них некондиционное яблоко, скажем, которое не прошло определенное ГОСТ, ну, скажем так, мы его забираем, да, себе, ну, то есть на переработку. Вот, в принципе, яблоко хватает, не хватает рук, вот что, не хватает рук, чтобы делать. Работаем мы, ну, семьей, дети помогают, и у меня помощник еще Александр один год, пока двоем, ну, троем, скажем так, да. Конечно, если на, во время процесса, ну, когда процесс начинается давки сока, да, мы, естественно, привлекаем еще много людей. Ну, опять же, я говорю, это у нас небольшое производство, там, 5-6 тысяч бутылок, это небольшое производство. Конечно, если выходить на объем 20-30-50 тысяч бутылок, тут, естественно, нужны помощники, и какая-то большая автоматизация должна быть, все-таки, да. Это расширение, в принципе, к чему мы, я думаю, и придем скоро. Сейчас, если, ну, чуть попозже пройдем, посмотрим, да, там, как говорится, мы немножко увеличиваемся в объемах, и в разных, как говорится, да, тем более, сидры мы делаем разные. Опять же, есть тихие сидры, да, это у нас негазированные, то есть сидры, и есть игристые сидры. Игристые сидры, это метод шампанского получается, да, как, ну, классический метод шампанского его еще называют, добавляется тиражный сироп, да, или что там, вот, и вторичное ображение происходит. Есть еще сорт, мы делаем, ну, скажем так, вид сыра методом пятна, это что это значит, это у нас остаточный сахар в сусли остается, свой сахар, мы заливаем его в бутылку, закрываем, и он в бутылке дображивает, и там сам себя газирует, получается. Ну, здесь, как говорится, если мы в тихом, там, и в игристом можем, ну, скупажировать что-то, что-то, ну, там, тем же тиражным сиропом, да, где-то чуть-чуть видоизменить его, да, где-то подыграть что-то, то в пятнате, соответственно, он, ну, кажется, что в бочке было, то так оно и будет, тут мы ничем уже, ну, мы его попробуем тоже. Сидор это, опять же, просто говорит, что это вино, да, да, процесс практически похож, да, не практически, а практически, ну, он и есть, вот, но все-таки сидор это, я говорю, из яблок, с добавлением можно груши, можно альвы еще добавляем, вот, это отдельный продукт, я думаю, и у него, скажем, такая грань между пивом и вином, вот он где-то вот в этом, ну, расположен, ну, скажем так, месте, да, и сказать, что, ну, скажем так, ближе к чему, вот, есть люди, которые любители пива были, они говорят, мы сейчас на сидор пили, есть, которые вино, да, пили, говорят, а мы тоже, говорят, нам сидор больше понравился, чем вино, тем более, тем более, это летом, летний, скажем так, напиток солнца, получит, считается он и по цвету у нас, желтый, да, ну, и пьется, он, как говорится, он и готовится к лету, и пьется летом, да, он легче вина, он легче даже пива, то есть, я не пропагандирую, все же, скажем так, сидор полюбили у нас, начали, кстати, уже за последним, то, что мы гостей встречаем с 15-го года уже, за последние года люди изменили свои вкусовые, уже есть изменения, скажем так, если поначалу просто не принимали, тем более, наши сидоры такие блюда все, да, яркие, то вот уже последние 3-4 года вкусовые, вкусовые, как говорится, у людей изменились, и, ну, начинают люди понимать, что такое хороший сидор, действительно, не просто газировка с яблочным вкусом, там, да, или там, частично с яблочным соком, ну, вот, сладкая какая-то, а действительно хорошая настоящая сидора, тем более, у нас в России сейчас вышло, ну, я не знаю, уже больше, ну, больше 100, скажем, таких, небольших производств, которые просто вот за 2-3 года начались, ну, начинают работать практически в каждом регионе России, чуть ли не там, ну, Урал, естественно, Сибирь, то есть даже в таких регионах, где особо, яблоко, ну, есть, но они немножко другие, северо-запад очень хорошо представлен России, на юге, ну, и центральная Россия, по большому счету. Но все равно Сибирь пока это остается таким, ну, как бы, условно говоря, нишевым, да, для, ну, что-то, для ценителей, да, напитков? Ну, я не знаю, для ценителей, конечно... Не массово, я имею в виду, еще? Нет, массово, смотрите, опять же, давайте разберемся, что такое Сибирь, да, иногда. Если брать технологию, ну, скажем так, по законодательству, да, у нас Сибирь считается и сок сброженный из прямого отжима, прямого отжима сока яблоки, и восстановленный сок тоже будет считаться Сибирь, но я бы не считал бы Сибирь, я бы назвал бы это Сибирь, потому что, ну, восстановленный сок сбродить за 2 недели, за 3, там, это просто, конечно же, да, можно добавить любые вещества, и он будет очень вкусным, и даже возьмет какие-нибудь призы, вот, но настоящим Сибирь все-таки считается сок прямого отжима, поэтому, ну, конечно, вообще Сибирь, конечно, это такой напиток, он, опять же, летний, и он такой должен, ну, массовый, мне кажется, особенно в лето, вот, и... Ну, чтобы прям, как вино, ну, немножко, между пивом и вином, вот, что-то вот в таком виде, мне кажется, сказать, что какие-то прям для ценителей, или еще что-то, его все пьют, раньше так вообще это был, напиток моряков, его, как говорится, в бочки закатывали сок яблочный, плыли, пока 2-3 месяца плавали, у них сок превращался в Сибирь, это был обычный напиток, который пили простые люди, скажем так, да, это только, кстати, были упоминания, что князь Голицын наш, лев, да, почту не помню, который делал шампанские, да, прославленные наши, он делал сидр, он делал сидр и угощал, причем угощал царя, там, Николая II, кто-то в то время был у нас, угощал его, и, как говорится, есть об этом какие-то определенные даже, ну, записи, что именно в тот момент, когда он делал шампанское, он еще делал сидр. Ну, мало это афишировалось. Ну, если, опять же, брать по, там, тем же гвоздам, по всем, да, все пишут срок годности год после даты розлива, но, опять же, это розлив, но если это классический метод шампанского, то, в принципе, там само производство идет 2-3 года, извините меня, да, еще может быть выдержка еще годик поставит, хотя, говорят, сидр не выдержит, но их можно выдерживать. Понятно, что не 10-15 лет, это, наверное, не подойдет сидру, но все же, я думаю, при правильной температуре хранения сидр каждого года будет улучшаться и улучшаться. Ну, это не совсем органическое, да, органическое, это выращенное без химикатов, без удобрений, без обработок, естественно, у нас таких садов, наверное, сейчас нету нигде, да, это только дикое. Ну, скажем, то, что мы используем дичку, но можно считать это органическим яблоком, потому что это в лесу растет, да, но мы используем до 50% дички, вот как назвать это, 50 дички, 50 органики, да, конечно, стараемся, во-первых, скупаем у населения яблоко, оно все же меньше обработано, по-любому, чем какое-то именно идет в хозяйстве, там, извините, до 20-25 туров, как говорят, обработок идет, вот, поэтому стараемся брать яблоко более хорошее, чтобы меньше было обработок все равно. Ну, если, сейчас, кстати, вот мы, не знаю, яблоко покупали у ребят, да, мы иногда спрашивали, сколько было обработок, чем обрабатывали, чтобы мы для себя все-таки знали. Да, они нам показывали свою технологическую карту, как они работали, то есть, ну, это тоже влияет на качество, все эти обработки. Ну, чем меньше, тем лучше. Это время, которое, да, мы делаем этот процесс, я говорю, 2-3 года, извините меня, да, ну, вроде бы кажется, да, ну, что там выдавить сок, я не знаю, там, литр сока из 2 килограмм яблок, да, там, ну, пускай это будет, там, 50 рублей, 100 рублей, да, ну, допустим, вот, но это время, это, которое, действительно, мы тратим на все это, ну, плюс оборудование, где-то бочки, где-то танки, все это все равно в совокупности. Также люди, если у вас производство уже там, ну, скажем, 50-60 тысяч бутылок, 100 тысяч бутылок, извините, это завод, это уже завод, где, ну, там, другие немножко затраты будут, мне кажется, все равно будет себестоимость уже другая, ну, хотя с каждым годом эта себестоимость, она будет, естественно, оборудование куплено, да, оно будет само себя, как говорится, уже снижать себестоимость, то есть, ну, опять же, вот сейчас мы купили там, в следующий год хочется еще потом купить несколько бочек, и каждый год это повторяется. Вроде бы, какая-то прибыль есть, и мы ее пускаем опять в то же самое производство, получается. Какова приблизительная вот цена бутылки с сифрой? Ну, же, нашего или вообще нашего? Да, ваша, ну, у нас, как сказать, мы, да, его так особо не афишируем, да, не продаем, то, что именно в сетях, да, вот, мы как качество дегустации такой экскурсии, да, но в среднем, скажем так, цена, цена сидра хорошего, я думаю, если это тихий, ну, опять же, в зависимости от бутылки, да, есть и 0,3, 0,5, 0,7 в нашем случае, ну, скажем так, от 300 до 500 рублей это тихий, и там от 500 до 1000, наверное, это игристый сидр, это тогда, значит, хороший, я считаю, сидр будет. Все, что ниже, особенно там 200 рублей, мне кажется, это что-то не совсем сидр, даже 100 рублей, которые в наливайках иногда разливают, есть где пивных, да, наливайных этих всех, там у них тоже есть присутствует сидр, в последнее время он очень много появилось, его, который там в бокал или в литр стоит 100 рублей, я бы не советовал выбрать. Ну, смотрите, сад, скажем так, вы начинали, да, с сада, но потом там получилась некоторая ситуация, когда нам пришлось сад продать, скажем так. Сад был не мой, сад был моего отца, вот, я не мог им распоряжаться, вот, поэтому сейчас, к сожалению, наверное, а может нет, не знаю, сада пока нет. Ну, вот, вы слышите, там, сейчас пилят деревья, нам недавно выделили, администрация нам выделила гектар земли, и мы будем сажать туда сад, то есть, мы все равно приходим к тому, что нам, ну, все равно свой сад нужен, чтобы знать, чтобы посадить свое яблоко, чтобы уже оно стабильно было сорта определенный, соответственно, ну, назовем так, свой перуа, да, как это называется иногда, вот, поэтому, ну, сейчас мы будем закладывать только сад. В данный момент его нет. То есть, вы не пользовались, да, вот этой, что у нас в крае есть программа, малый сад грантовая, да, когда там можно до трех миллионов получить? Ну, мы только, тогда еще этой программы не было, а сейчас, ну, вот мы сейчас только землю эту начали, как говорится, делать, разрабатывать, получается, то есть, ну, посмотрим, я думаю, будем пробовать собирать эти документы, естественно. У нас есть программа грантовая, 80% государства платит, 20% вы, ну, до трех миллионов. Ну, да, 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 я знаю, я слышал, да, 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 я слышал это, да, я слышал, есть такая программа, ну, я думаю, если есть такая возможность, будем пользоваться. Да, мы находимся, ну, да, мы даже в списке у нас, в крае, где есть, скажем так, список, да, агрообъектов, и мы в этом списке, с самого начала, скажем так, только это образовали, как получилось. Мы уже практически были построены, веранда уже стояла, и ребята, которые занимались развитием агротуризма в 2014-2015 году, ну, скажем так, случайно заехали вот в наш район, и когда они зашли, они, так у них был вопрос такой, так это готовый объект агротуризма у вас, то есть, если они приезжали, там где-то рассказывали, и как это агротуризм строить, то у нас уже это было практически построено. Ну, и после этого, да, мы с ними сдружились, и они начали нам уже потихонечку водить гостей и гостей, и вот так мы начали, конечно, развиваться, и от нас начали, ну, что-то говорить, писать, то есть, в таком виде, да. Когда в картах сбиваешь, Google, Яндекс, поселок Чиби, только один объект. Ферма Сидра. Да, ничего, там не почта, не магазинов, просто ферма Сидра, и все появляется. Ну, да, есть мы на Яндекс-картах, причем, я говорю, мы еще входим, есть такая московский проект, это ребята делали гастрономическая карта России, есть такой проект, мы в нее тоже входим со своим напитком, и уксусом, кстати, у нас есть несколько экземпляров, назовем так, вот, мы еще входим в этот проект, участвуем, да, пока так. То есть, тоже грант, который у нас есть в крае по агротуризму, мы тоже не участвовали, да, мы пока еще строимся, и, конечно, долго строимся, но все же, пока еще не участвовали, ну, может, со временем. А там тоже есть возможность. Да, 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 мы слышали, да, я знаю, и я даже ребят знаю, которые, ну, как все равно шообщаемся, знаем, которые получали эти гранты, да, взять эти. Это интересно, конечно, это надо, я думаю, но все равно, это все равно все те же гранты, они способствуют все равно на развитие этого же объекта, ты их тут же оставляешь, эти деньги, получается. Хорошее яблоко найти, самое главное, наверное, сырье, хорошее сырье найти и сделать именно хорошие правильницы, когда-то, потому что, ну, сидор можно сделать с любого яблока, опять же, да, если открыть книжку и почитать, как это делается по книжке, то с добавлением различных, ну, материалов, так назовем, да, можно сделать с любого яблока, любой сидор. Вот, но, чтобы сделать именно хороший сидор, именно в том качестве, который у нас, тут именно на яблоко нужно хорошее внимание обращать. Ну, что еще, ну, желание, наверное, сделать что-то хорошо. Нехватка людей, конечно, иногда, ну, и иногда тоже, да, там, например, бочки купить нужно, да, бочки тоже стоят денег, то есть финансовые тоже моменты нужно учитывать, что, ну, просто сделать сидор, например, 200 литров, извините, вам нужно купить пресс, вам нужно купить фрукторез, вам нужно купить бочку, там, там, 200-300, это уже около, там, 100-200 тысяч пойдет, да, вот. Если кто-то готов на это пойти, то, пожалуйста, ничего сложного в этом нет, по большому счету. Ну, и мы можем, кстати, поехать, ну, кажется, я покажу, как это все выглядит. То есть, мы так и начинали. Ну, у нас, тем более, здесь, да, в Краснодаре, я думаю, более все равно южный теплый климат, да, и туристический такие. Конечно, здесь, ну, скажем, потребление этого напитка, я думаю, будет на хорошем уровне, вот. Наши планы, ну, я думаю, выйти на 20-30 тысяч бутылок, скажем так, да, небольшое, небольшое такое производство, и угощать гостей, кто приезжает к нам, да, и всех, кто, как говорится, это, да, и, в принципе, этого будет достаточно. Ну, как говорится, для хотя бы какой-то рентабельности, да, хоть, потому что, ну, 5-6 тысяч, 10 тысяч бутылок, это, конечно, еще не про бизнес, это все так, увлечение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!